Говорят, что день рождения это тот день, когда человек слышит столько комплиментов, сколько не слышал весь год. И это правильно, потому что такой день создает уместность комплиментам. И получается у нас традиция или примета. Если ты весь день слышишь, что ты самый обаятельный, самый умный, самый красивый, значит у тебя сегодня день рождения. Сегодня уже никто не дарит отрез веселенького ситчика на день рождения. Сегодня артисты дарят автору свое исполнение его веселеньких произведений. Я спросил у Леона Монсеевича, а что же я у тебя буду делать, потому что ты тот филитон, который мне пишешь, еще не закончил. Он сказал, ты собери вот эти куски, которые я закончил, смешай их с теми яркими, которые у нас были, и получится полноценный филитон. Я постараюсь именно так и сделать. У нас когда-то был рефрен «Весело живем», он будет объединять все эти проведения. «Весело живем, господа, кризис, а цены на жилье по-прежнему дорогущие, не опускаются. Я все ждал, что опустятся. Нет, не опускаются, понимаешь. У меня приятель, небедный человек, хотел купить дачу под Москвой, не потянул. Пришлось брать виллу в Испании. «Весело живем». У нас одновременно идут передачи медицинские по двум каналам, иногда по трем. Народ нервничает, где лечиться будем? Тут радикулит, тут геморрой, что лечить будем? Там Малышева дает ценные советы, надо не пропустить. Одна дама подчеркнула для себя рецепт от морщин. Она на ночь выпивает три литра пива и утром такая гладенькая. Ни одной морщинки у них. Надо сказать, что недавно Малышева предупредила всех. Пальмовое масло очень вредно. Ни в коем случае не надо его употреблять. А оно у нас во многих продуктах. Вот я записал. В выпечке, в конфетах, в твороге, в мороженом, в сливочном масле пальмовое масло. Такое впечатление, что наши российские коровы живут на пальмах. Кстати, медицина недавно сделала потрясающее открытие. Если парализованному человеку показать телевизионную передачу «Дом-2», то через сорок минут он встает и уходит. Вот такое открытие, понимаешь? Весело живем. Нам дан великий и могучий язык. Язык Пушкина, Тургенева, Толстого. Как мы разговариваем. Через каждое слово. Че ты, блин, тусня наехали. Заткнись, баклан. Наезжаем, мочим, кошмарим. И через каждое слово этот. Блин, 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 блин. Представляете, Пушкин бы в наше время написал. Буря, блин, мглою, блин, небо, блин, кронит. Чисто конкретно нам гонит пургу. То, блин, в натуре волчарой завоет. То, блин, фильтрует базар не в дугу. Весело живем. Очень весело. Один мужик вышел из тюрьмы раньше срока. У него спрашивают, за что тебя посадили? За взятку. А за что выпустили? За взятку. У нас увольняют по утрате доверия чиновников. И тут же назначают точно таких же. Один новый прокурор сказал, я сейчас всем покажу, как воровать. И, видимо, показал. Потому что у него на дверях была табличка. Прием с 10, по-моему, до 19. Кто-то приписал. Тысяч евро. Весело живем. У многих зарплата, как травма, несовмещенная с жизнью. Мама, мы в этом году поедем на море отдыхать? Нет, сынок, в этом году поедут твои репетиторы на море. Скажите, а вы где собираетесь этим летом отдыхать? Да мы подсчитали свои финансы и поняли, что мы не устали. Вот так. Весело живем. Ввели в школах это ЕГЭ, это, епараситет. Уже сколько лет прошло, до сих пор не могут понять, хорошо это или плохо это. Понимаешь? Недавно учительница сказала ученикам, кто сдаст ЕГЭ на пятерке и четверке, попадет в рай. Кто на двойке, тройке, попадет в ад. Ученики спросили, Марья Петровна, а нельзя ли окончить школу живыми? Раньше дети мечтали стать космонавтами. Сейчас спросил у ребенка, кем хочешь стать? Он ответил, уродом. Почему уродом? Ну, говорят же, смотри, какая хорошая тачка у этого урода. У нас с вами дети становятся быстро взрослыми. Это неправильно. У человека должно быть детство. Замечательная пора. Он должен пережить этот период и стать взрослым потом. А у нас сразу. У меня приятель читал на ночь маленькому сынишке, мой Дадыра. Одеяло убежало, улетела простыня, и подушка, как лягушка, ускакала от меня. Ребенок спросил, пап, скажи честно, ты курил? А какое веселье по телеку? Вот я тут все записал. Новости посмотришь, жить не хочется. Причем ни с кем. У убитого обнаружена одна рана величиной в 50-копеечную монету, три раны величиной в рубль, две раны величиной в 5 рублей, четыре раны в червонец. Итого на 63 рубля 50 копеек. Желтуха со сплетнями по всем каналам. Сенсация. Оказывается, братьев Запашных в начале карьеры было значительно больше. Вот какие новости. Останкинский мясокомбинат заявляет, при приготовлении нашей колбасы не пострадало ни одно животное. Весело живем, конечно. Мат запретили. Многие теперь задумываются, а как же общаться? Слушай, муженек, кого ты вчера крыл матом полчаса по телефону? Да, друга, с днем рождения! Поздравляю! Мир перевернулся. В СССР у нас была любовь. Секса не было. Только любовь. Секс почему-то только в Китае свирепствовал. А сейчас у нас один секс без любви. Даже не секс, я бы сказал, кекс. Я слышал, как молодые разговаривали на эту тему. Ты с ней спал? Нет, только вздремнул. Вот так мы и кексуем, понимаете? Сейчас у нас любовь втроем в моде. Я люблю себя, себя любит меня, меня любит я. И мы счастливы. Поздравляю. Лица были у наших потрясающих, великих актеров. Смоктуновский, Тихонов, Лемешев, Черкасов. Это красавцы. Ну и не красавцы тоже, дай Боже. Никулин, Леонов, Евстигнеев. Я полчаса без перерыва могу перечислять имена великих наших актеров прошлого. Полчаса. А нынче население на мерзкое потянуло. Чем хуже, тем лучше. Наполовину выбритые головы. Серьги у мужиков, татуировки, рты без зубов, пирсинг в пупках, рваные штаны, слом крутой гламур. Тут в Москве концерт был всемирного страшилища Мерлина Мэнсона. Шура, уходя с концерта, плевался. Сказал, приглашают тут всяких уродов. Шо у нас, своих уродов мало, что ли? Весело живем. Самыми пьющими в мире странами были признаны зимой Россия, а в сезон отпусков Египет, Турция, Кипр и Таиланд. Несмотря на кризис, наши сейчас путешествуют, слава богу. В Лондоне увидели автобус двухэтажный. Слушай, давай покатаемся на втором этаже. Ты что, с ума сошел? Там даже шофера нет. Во всем мире люди боятся носорогов. Наши не боятся. Садятся верхом и кричат, Дуся, фотографируй, я Чапаев. И все дела. Весело живем. Тут недавно в роддоме потрясающий случай был. Муж решился присутствовать при родах. Ну, увидел все, что происходит, упал в обморок. Откачали, увидел, упал в обморок. Откачали, увидел, упал в обморок. И так несколько раз. Потом, значит, когда его откачали, его поздравили. Поздравляем. Вы папа. Он судорожно спросил. А кто? Кто родился? Дочь, ну слава богу, хоть не будет так мучиться, как я. Весело живем. Веселей не бывает.